Девушки отдыхают Девушки отдыхают С Виталием Брамом Раза в 2-3 повысилась Посещаемость Этого контента Это значит, что читать вы любите Читать вы любите И мы будем для вас расшифровывать программу Предоставлять текстовый вариант Для тех, кто любит почитать Поцитировать, перепостить Пожалуйста Особые мнения и некоторые интервью Будут доступны в текстовом варианте Вот-вот появится расшифровка Вчерашнего особого мнения депутата городома Дениса Ирохина. Там много было интересных у вас моментов. В частности, Денис сказал о том, что новые люди в городской администрации в шоке, он сказал, от того, что делал предыдущее руководство нашего города. В частности, новые руководители не в восторге, мягко говоря, от деятельности мупов. Как, собственно, организовано их функционирование. Там уже достаточное количество просмотров этого особого мнения. Появится текст, но вот еще можете почитать внимательно. Итак, если у нас Андрей Воробьев в студии, у нас будет такой ликвез в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И мы пройдемся по новостям последнего времени. И надо, наверное, анонсировать завтрашний разворот на бизнес. Если мы успеем сегодня поговорить. Урбан. Программа о городских проектах. Да, мы завтра делаем специальный Урбан, поскольку 28 числа в четверг, в три часа дня в Герцинской библиотеке. Будет общественная площадка, что мы дальше будем делать с мусором. И, собственно, в преддверии этой площадки мы пригласим ее участников, чтобы они рассказали, какие вопросы будут подниматься, какие проблемы будут обсуждаться. И поскольку эта площадка открытая, для вас, слушателей, будет возможность понять, собственно, кто там будет, о чем и будет идти речь. Как вы можете поучаствовать в этой площадке. Завтра в программе Урбан с 11 до 12.45 мы расскажем. Площадка и программа, это все организовано в общественной палате в связи с тем, что у нас новая схема обращения с четвертыми коммунальными отходами вступает. И напоминаем, что с 1 января у нас будет работать единый оператор. Да, это компания Куприт. Это компания Куприт. Ну, вот, собственно говоря, новая мусорная реформа, она сказалась уже и на тарифах, о которых мы сейчас поведем речь с Андреем Воробьевым. С 1 июня увеличился муниципальный тариф на содержание жилья, в том числе и в связи с тем, что возросла плата на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. Но незначительно вот эта пока часть, она незначительно поднялась, а с 1 января она будет подниматься в несколько раз. Ну, давайте сейчас поговорим про муниципальный тариф на содержание жилья. Из чего он сейчас складывается? Что можно в своих платежках рассмотреть? Вот, вы очень важный вопрос затронули. Из чего же он складывается? Вот из года в год мы не можем получить информацию, экономической информации, экономической расшифровки, ну, по сути, обоснования этого тарифа, как же он формируется. Из года в год получаем ответ специалисты рассчитали. Очень хорошо. Мне все нравится, только экономика этого тарифа, так называемого, муниципального тарифа, хотя на самом деле он применяться только для ограниченного числа домов, очень сложная экономика, и поэтому надо учитывать и особенности дома, и тип благоустройства. Сейчас это, конечно, частично учтено, учтено, но никакого обоснования мы не видели, то есть оно должно быть. Мы должны понимать, сколько в так называемом тарифе плата за вывоз мусора, сколько на очистку снега с крыш, сколько на стрижку газона, сколько на работу дворника, сколько на обслуживание лифтов, сколько на уборку подъездов и так далее. Это все составляющие данного, да? Тарифа этой платы? Да, это только... Мы сейчас прошлись по так называемому муниципальному тарифу, то есть вот это должно быть обоснование, чтобы люди понимали, за что они платят. Вот когда они не понимают, за что они платят, они так и называют размер платы за содержание общего имущества или размер платы за жилое помещение тарифом. То есть они думают, что это установлено государством. И, кстати, я вам напомню, возможно, вы не обращали внимания, но уже не первый, я бы так сказал, представитель администрации города Кирова говорит о том, что так называемые тарифы устанавливаются оригинально служим по тарифам. Недавно об этом заявил заместитель дирекции дорожного хозяйства. Замначальника департамента городского хозяйства интерпеченки. Да, городского хозяйства недорожного. До этого заместитель главы администрации города Кирова Алексей Журавлев. Очень интересно у него видео, кто хочет прослушать его, посмотрите, он был в передаче журсовет у ваших коллег. На девятке. Да. Там они вот с полным пониманием думают, что это все устанавливается государством, что жители, собственники квартир ничего не решают и все установлено сверху. То есть вот это с этим непониманием нужно бороться, я считаю, что вплоть до решения каких-то кадровых вопросов. То есть такого быть не должно. А сейчас, видимо, нужно объяснить, как это на самом деле происходит. Да, Андрей? Да. Раз это не РСТ, раз это не откуда-то сверху. Большая часть размера платы за жилое помещение, вот то, что мы если отбросить все коммунальные услуги, за воду, за электричество, за тепло, так сказать, те деньги, которые идут на обслуживание вашего дома, на общее дому имущества, они устанавливаются на основании решения общего собрания всех собственников в доме с учетом предложений управляющей компании, если в доме управляющая компания. То есть, это именно такая согласованная оплата, которая формируется на основании перечня работ и услуг, которые будет делать управляющая компания, например, в течение года. То есть, это не какая-то фиксированная ставка, например, 15 рублей с квадрата на метр или 20 рублей, или как там некоторые управляющие компании говорят, вот на ваш дом у нас затраты 15, наш интерес там еще 3 рубля за квадратный метр и в итоге 18 рублей мы согласны. Что они будут на эти 18 рублей делать, что они будут на это делать, непонятно. Должна быть периодичность работ, должна быть перечень работ. Но минимальный есть перечень наверняка. Минимальный перечень есть. И минимальный размер платы есть тоже, наверное. Нет. Нету? Минимального нет. есть даже интересное судебное решение, где жильцы, так сказать, по-простому приняли решение о том, что оплата за обслуживание дома будет 1 рубль с квадратного метра. И суд сказал, да, управляющая компания, работайте. Вы не испорили общее собрание в суде, не признали его недействительным или ничтожным, по другим основаниям, то работайте. Работайте, и он заставил их работать, а у них некуда деваться, по сроку договора они должны были продолжать работать. И вот этот муниципальный тариф, если так его разбирать, он применяется всего для двух категорий домов. Во-первых, он вообще не касается управляющих компаний. То есть, сейчас на этом идет большое злоупотребление со стороны управляющих компаний, которые проводят или не проводят, или делают вид, что инициировали общее собрание, говорят, давайте мы установим плату за содержание общего имущества, 18 рублей. Собственно, они говорят, или не пришли ни на собрание, или не установили, они говорят, все, решение не состоялось, выплаты не установили, делаем муниципальный тариф на доме. Ничего подобного. Так нельзя? Так нельзя. Этот муниципальный тариф, если размер платы не установлен, он применяется только для небольших домов до 30 квартир, если форма управления непосредственно, то есть собственники без управляющей компании, без ТСЖ, без кооператива сами занимаются вопросами своего дома или по договору с какой-нибудь организацией неуправления. То есть вот там он применяется. И во втором случае, если собственники в доме вообще не определились, кто же будет домом управлять. Застройщик построил дом, участники долевого строительства еще не могут вообще сообразить друг друга, увидеть, там кто-то просто деньги вложил, дом сдали, было разрешение на ввод в эксплуатацию, что делать дом, кто будет управлять. Передать сейчас на постоянку аффилированной управляющей компанией от застройщика уже нельзя. Там можно только временно на непродолжительное количество, а потом все равно администрация должна провести конкурс и соответственно выбрать управляющей компании, кто же будет заниматься управлением этим домом. То есть вот по сути такой муниципальный три применяется только в двух таких случаях, в остальных это все незаконно. Это вот в реальности по городу Кирове это сколько процентов от общего жилого фонда? Для тех, у кого применяются? Да, должен применяться вот эти небольшие дома до 30 квартиры и новостройки, которые еще не определились со способом управления. я думаю от силы это 10% от силы жилища фонда. То есть если в городе Кирова у нас порядка 4000 многоквартирных домов, то это я думаю максимум 400 многоквартирных домов. Преживаемся на полминуты и продолжим разговор с нашим гостем Андреем Воробьевым, руководителем автономной коммерческой организации ЖКХ Эксперт. Продолжаем разговор с нашим гостем Андреем Воробьевым, экспертом общественной палаты Кировской области в сфере ЖКХ. Мы разбираем муниципальный тариф на содержание жилья и до перерыва мы озвучили цифру в 10% каких домов конкретно касается из общего жилого фонда города Кирова. Этот муниципальный тариф я только не поняла. Я вижу в информации, которую мы нашли в открытом доступе, что повышение тарифа составило от 2 до 6 рублей. А сколько он в итоге будет? Да, мы оперировали цифрами разными. Что у нас с 1 июня произошло и что было до этой даты? До 53 рублей за квадратный метр в вашей площади квартиры установили тариф силами администрации города Кирова. 53 рубля максимальная транка. Да, максимальная. Это вот где выгребная яма, где нет централизованной канализации. Это вот ближе к этой цифре. То есть где такое благоустройство? Боже мой. Я бы сказал, где отсутствует благоустройство, по сути. А от? От, там где-то от 15 рублей. От 15 до 53? В зависимости от состояния жилья. Да, то есть нужно понимать, вот у кого в доме выгребные ямы, как раз им, наверное, не просто все-таки платить вот эту плату. И получается, что у них только 2,5 тысячи рублей при квартире площадь 50 квадратных метров только идет на содержание. А это жилье ветхое в основном, потому что это старое жилье, если там отсутствует даже канализация нормальная. Да, я бы даже сказал, у людей нет возможности поменять жилье, у них нет возможности переехать в современное жилье, и они еще и вынуждены платить вот такое высокое. То есть, сама незащищенная слои населения, им как бы все хуже в этом плане. А что уже есть случаи, когда, вот мы приводили пример управляющей компании, да, уже есть случаи повышения после 1 июня, когда управляющая компания говорит, давайте-ка больше будем платить, потому что тариф поднят до Марии. Да, и вот очень многие управляющие компании обращаются прямо в администрацию города Кирова и просят увеличить нам муниципальный тариф. Причем здесь управляющая компания и муниципальный тариф, вообще непонятно. Для собственников вот в доме, да, так сказать, жильцы, вот если по-простому, и какая-то, какая-то коммерческая организация, управляющая компания. Вот, если они между собой не договорились, то управляющая компания не имеет права заниматься обслуживанием дома. То есть, а договорились, это значит то, что вот этот размер платы, это существенное условие договора. То есть, оно существенно, его обязательно нужно согласовать и определить между двумя сторонами. То есть, вот вы идете в магазин и, например, там покупаете, там, допустим, джинсы. Продавец говорит, вот, вы джинсы берете, а сколько они будут стоить, я вам скажу потом, когда возьмете. То есть, вот, сам установлю стоимость этих джинсов. То есть, цена, это существенное условие этого договора. То есть, вы точно должны знать, сколько вы будете им платить и за что. Вот, и это прямо урегулировано законодательством. И, соответственно, если это условие не согласовано, то договор управления между собственниками и управляющей компанией считается незаключенным. Вот, это я хочу, чтобы многие понимали. И это, причем, это не просто, там, какое-то мое субъективное мнение или, там, мнение, там, других экспертов. Это мнение и толкование вот этих норм жилищного кодекса, да, тех специалистов, кто занимался написанием норм жилищного кодекса. Это фонд института экономика города, город Москва. Вот, и другие, они писали официальные комментарии. То есть, и мы с ними регулярно ведем диалоги уже на протяжении последних пяти лет. То есть, обсуждаем различные моменты, в том числе, так называемые муниципальные тарифы. То есть, и вот очень хорошо, что в последнее время государственная жилищная инспекция в эту сторону правильно стала смотреть. Я уже видел от них предписание управляющим компаниям, чтобы пересчитать плату, что неправильно вот этот применять муниципальный тариф, да начислять там какие-то услуги незаконные и все-таки использовать ту плату, которая была изначально установлена на общем собрании. А, кстати говоря, в связи с тем, что, ну, все-таки вот приводят доводы, да, приводят доводы муниципалитет, почему муниципальный тариф поднимается. Во-первых, я цитирую, возросла плата за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. Тариф оператора, который занимается размещением отходов на полигонах, федеральным законодательством, дополнительно причина платы за негативное воздействие на окружающую среду. это с 1 января теперь эти мероприятия должны проводиться ежегодно. В результате повышение тарифа составило от 2 до 6 рублей, но мы говорим, что теперь тариф в муниципальной зависимости от состояния дома составляет от 15 до 53 рублей. Тем не менее, все вот эти три фактора, которые мы перечисляли, администрация, они так или иначе сказываются и на работе управляющих компаний. Управляющие компании в связи с вот этими изменениями, они сейчас выходят массово на инициацию новых домовых собраний для того, чтобы увеличивать тариф на повышение содержания жилья? Массового выхода и инициирования общего собрания нет. То есть, управляющие компании просто терпят. Терпят и ждут. А чего ждут-то? Они понимают, что в большинстве случаев им собственники помещений не установят повышенную оплату за содержание общего имущества. Они понимают, что собственники с них спрашивают и вообще не понимают, за что они получают деньги. Большая часть из них. Поэтому о каком-то увеличении они понимают, что речи скорее всего быть не может. Если это неконструктивный дом, иметь в виду неконструктивный диалог с жильцами, где есть совет дома, где активно работают с управляющей компанией, где определен перечень работ, этот перечень привязан к стоимости, то есть по сути смета есть на дом, там конечно можно говорить о каком-то адекватном соразмерном увеличении, так как в противном случае просто работ будет меньше на доме. Сейчас же в большинстве случаев на доме размер платы ни к чему не привязан, то есть он просто установлен или принят на общем собрании или как говорится приняли все за собственников, потому что зачастую мы видим протоколы поддельные. А когда собрание проводится управляющая компания, она обязана объяснить, почему именно такой тариф вводится, прям разложить по полочкам, вот столько сюда пойдет, столько сюда. Недавно как раз были приняты поправки в различные подзаконные акты, которые обязывают управляющую компанию делать полностью расшифровку вот той платы, которую она предлагает собственникам установить на их дом. То есть по сути структуру этого размера оплаты и собственники, и причем за 30 дней до проведения собрания, чтобы все успели ознакомиться, понять, какие-то дать предложения, может быть его увеличить или уменьшить. И по сути большая часть управляющих компаний так как не может применять муниципальный тариф, который повысился с 1 июня, они терпят и ждут 1 января 2019 года. Почему? Потому что с 1 января мы будем видеть новую квитанцию, скорее всего, не отдельную строчку, а новую квитанцию за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. И что самое интересное, плата за содержание общего имущества должна уменьшиться соразмерно той величине, которая сейчас в нем заложена за вывоз мусора. Ну вот сейчас он заложен сколько там, 40? Сейчас заложено в среднем от 3 до 5 рублей за квадратный метр. На вывоз мусора. Да, то есть если квартира 50 квадратных метров, это примерно 150 рублей, и стоимость содержания должна уменьшиться с 1 января 2019 года. И автоматически, если семья из трех человек, она будет 450 рублей. Ну, если мы ориентируемся на те 150 рублей, которые нам озвучили человеку. То есть 150 рублей из квитанции уберут. Да. Это если мы приводим пример квартиру в 50 метров, 3 человека, например, не проживают. А с первого января пока не зависит. Значит, 150 уберут, но придет новая квитанция, где будет исходить уже из количества людей, проживающих в этой квартире. И, соответственно, если два человека, вот как у меня, то мы будем платить по отдельной квитанции 300 рублей из мусора. Ну, сумму в 150 рублей из человека, предварительную сумму озвучил в нашем эфире генеральный директор Куприта Ирина Торопова. Я не думаю, что будет сильно меньше. И я считаю, что тут ключевой фактор, что собственники должны уже сейчас заняться вопросом контроля, насколько же уменьшится их плата за содержание общей вымышленности. То есть, прямо сейчас конкретную инструкцию дайте, Андрей. Что делать? конкретную инструкцию письменно обратиться в управляющую компанию, запросить договор с той организацией, которая занимается вывозом мусора, где уже включена стоимость на утилизацию. Их там, наверное, называть не будем, это каждый знает, свою управляющую компанию, которая могла заключить его, в принципе, с любым подрядчиком, запросить у них и посмотреть, сколько на один квадратный метр идет стоимость за вывоз мусора. И вот именно на эту сумму должна потом уменьшиться плата с 1 января. То есть, вот тут надо... Там несложные подсчеты, да? Да. То есть, там, допустим, из 15 рублей вычесть 3 рубля, они должны выставлять с 1 января 12 рублей за квадратный метр. Плюс 150 рублей человек. Ну, все равно, вот если там даже с 1 января 2019 года тариф будет, то есть, будет отдельная квитанция по мусору, то вот эти два фактора, которые мы озвучили, это зарплата обслуживающего персонала, которая возросла там, да, минималка. Это повышение мрота. И газовое оборудование, они-то никуда это не деваются, тоже должны вызвать повышение тарифа на обслуживание. Хотя мы знаем, как это повышение могло быть на самом деле. Ну, ладно. Вот собственникам, в принципе, должно быть без разницы, сколько получают или будут получать сотрудники управляющей компании. Им важно, чтобы на доме выполнялись те услуги и работы, которые... Качественно и вовремя. Да, качественно и вовремя, и в полном объеме. То есть вот это важно. Не важно, кто там получает 10 тысяч или там 100 тысяч, это коммерческая организация. То есть должны выполняться услуги и работы. Что там у них повысилось? Причем здесь собственники? Если у них там рот повысился, обосновывайте, что вы не можете какие-то услуги делать. Собственники будут принимать решения или индексировать как-то, или увеличивать этот размер платы, либо искать другого, у кого более, так сказать, оптимизированная структура расходов на зарплаты и так далее. То есть, которые могут за меньшие деньги сделать тот же объем услуг работ. То есть должна быть конкуренция на рынке. Сейчас как таково ее нет. Прервемся на 2 минуты. У нас реклама. Продолжается программа «Дневной разворот». В студии сегодня Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», эксперт общественной палаты Кировской области. Мы обсуждаем тариф за содержание жилья, который уже вырос. Муниципальный тариф. Да, муниципальный тариф уже вырос. Вносится к 10%, как мы выяснили у Андрея. И предстоит это повышение для всех нас с 1 января 2019 года в связи, имеется в виду повышение платы за жилье. В целом. Да ты, наверное, права. С 1 июля тоже все повысится? С 1 июля повысится стоимость утилизации на полигоне мусора. Не-не-не, погодите. Мы же с 1 июля тоже в квитанции получим все абсолютно повышения оплаты в связи с тем, что вот это вот заложено будет влияние, вредно-экологическое влияние. Не-не-не, 1 июля у нас произойдет традиционный рост платы за ЖКХ, да. Причем в Кирове он будет на 70 с лишним процентов. Да, Андрей? Да. В районах области на 4. Запутались, да, уже, когда что повысится у нас? Так, понятно. С муниципальным тарифом ясно и 10% жилье ясно. С квитанцией с 1 января 2019 года по сплате за мусор тоже понятно. Она будет отдельно и будет исходить из количества проживающих в данной квартире. Ясно. А что нас ожидает с 1 июля этого года? С 1 июля рост у нас будет по теплу. Если мы сейчас рассматриваем город Киров, то есть плата за отопление уже была установлена для Кировской теплоснабжающей компании еще в декабре прошлого года. Да, и она составит больше 7,5% за отопление. Плюсом. Подождите, отопление же сейчас выключили. Ну вот в новый отопительный сезон мы войдем с новой платой. Мы же сейчас летний период, когда нет отопления в квитанциях, не видим, да, платы за тепло. Да, но горячую воду все равно везунчики летом будут потреблять. У меня второй недели нет. А горячая вода у нас, как правило, из двух компонентов состоит. То есть холодный и подогрев. Подогревается. И, соответственно, сама тепловая энергия, которая ее подогревает. Так вот, эта тепловая энергия тоже, соответственно, является тем тарифом. То есть все равно... Тариф повысится, и мы в новом отопительном сезоне это повышение уже в квитанции увидим. Правильно? Да, и возникает вопрос, с чем же связан такой большой рост именно для города Кирова. 7,5% чем город Киров. Но в среднем по региону не более 5,5%, да? Что, собственно, укладывается в норму? Там, по-моему, даже 4,5%. Ну, около 5%. В том году было 4, а в этом 4,5%. То есть мы как бы укладываем все в норму. Но какого-то такого большого прямого обоснования, причем для всех людей массово, вот я не видел. То есть надо же как-то объяснить людям-то... Так почему по Кирову повышение в 7%? И давайте с кем-нибудь, с каким-нибудь другим городом сравним. Ну, например, там город Авиатские поляны. Я думаю, что там не больше 5%. Там 4 были. А почему в Кирове 7%? Ну, предполагалось... Это надо чиновникам задавать вопрос, а не эксперту, да? Что слышно? Слышно то, что, по мнению некоторых специалистов, это предполагалось сделать для концессии. Которой нет. По типу с тем, которая нет. И которая еще вообще непонятно, когда будет. И понятно, что она будет, но когда, неизвестно. и вот это вот обоснование повышения тарифа без концессионного соглашения, без тех преимуществ, которые бы получил город в случае заключения концессионного соглашения. Да, под реконструкцией сетей муниципальных вот этих сотен километров, повышение надежности теплоснабжения, чтобы воду не отключали каждый раз, чтобы без отопления зимой люди не оставались. Чтобы прекратили перерывать улицы бесконечно. Да, вот это копать и деньги опять тратить на асфальт и так далее. Вот, чтобы вот это все получили и жители, и город, я думал, что, ну, и многие специалисты так думали, что как раз это повышение вот было заложено туда. туда заложено, но через несколько дней, первое июля, первое июля, концессии нет. Мы не видели проекта. Мы не видели не то, чтобы проекта, мы не видели концепции, которые подразумевают, что вот, допустим, там, на 30 лет мы планируем заменить столько-то километров, столько-то денег, так-то будет расти тариф на тепловую энергию. То есть, вот этого понимания нет. То есть, понятно, что в специальных там службах есть там понимание, насколько вырастет тариф, и эти цифры были озвучены. То есть, например, инвестиции там каждых, на каждые 100 миллионов рублей, вложенных в реконструкцию, рост тарифа составит 2, там, 2,2% к тарифу. То есть, вот эти моменты нужно как-то решать, и вот те обоснования, которые есть от многих специалистов, что в эти вот 7,5% заложили фактические потери на тепловых сетях. Мне кажется, для большинства людей они... Так ли это не наша вината, что это не наша вината, что они там... Потери-то происходят. То есть... Что, я ее продрявил, что ли? Зачем я должен за это платить? Вы совершенно верно говорите. И вот я считаю, что состояние тепловых сетей, которое было на момент заключения договора аренды, аренды 2005 года, и сейчас оно не изменилось. Не изменилось. Вот вы правильно скажете, что я ее, что ли, это продрявил. А почему мы вот именно сейчас, вот в этом году должны вот это все оплатить? Ну, или, по крайней мере, объясните, за что. Примите решение уже, в конце концов. Примите решение. Вот, потому что и компания, ты плюс, ты не можешь дать ответ, когда будет заключено консессионное соглашение. Сколько лет мы вот тут это консессионное соглашение обсуждаем, столько лет компания говорит, что они готовы, а администрация ничего не говорит. Вот в прошлом году и в начале этого вроде началось движение, да, вроде стали заявлять о том, что мы подготовили, что вот-вот, прямо сейчас, но ничего не происходит дальше. Почему, кстати? Почему город не принимает на эту ответственность? Может, ждем каких-то выборов очередных? Ну, какие? Все прошло уже. Чтобы не шокировать людей. Вроде должны выдохнуть на несколько лет. Я думаю, тут очень непросто договориться между всеми тремя сторонами. А три стороны это кто? Это мэрия, ресурсники. Это правительство, город и, соответственно, то лицо, которое будет заниматься в конце сей. Вот. То есть, сколько же надо денег вкладывать, в каком объеме, в какие периоды и на сколько вырастет тариф. Потому что сейчас каждое повышение, повышение на мусор, тариф очень сильно бьет по карману. У нас все накладывается. Вот вроде готовы были уже концессионные заключать, а тут мусор появился. Снова готовы заключать. Это еще чуть-чуть. Майские указы вышли. Это просто какой-то процент уже просто платить не может. То есть, вот этот рост, он не связан со стоимостью, точнее, с увеличением заработной платы, с повышением уровня доходов у людей. То есть, вы если где-то поднимаете, надо где-то создавать условия для роста экономики, для роста зарплат. То есть, должно быть сбалансировано все в экономике. А пока есть такой дисбаланс, что тарифы растут, а зарплаты падают. Это пенсионный возраст тоже растет. Ну, по моим ощущениям, по моим ощущениям, это мое личное суждение, да. На самом деле, им более-менее точно цифра известна, сколько нужно вкладывать в реконструкцию. И, исходя из этого, понятно, что тарифы нужно задирать далеко не в семь. На семь, вернее. А еще больше. Да, больше может. В семь раз, а не на семь процентов. И вот как это сейчас народу сказать об этом, учитывая всю эту ситуацию. Но это мое суждение. Ну, у нас еще в Кирове, я скажу, что еще неплохо. Так. У нас неплохо. У нас, во-первых... По хорошим теперь сейчас. Да. У нас зарплаты побольше, чем в районных центрах и муниципальных образованиях в области. И тариф у нас на тепло, по крайней мере, один из самых низких по области. То есть вот эти вот 1700 рублей за одну геокалорию при комбинированной выработке на теплово-электрической станции на ТЭЦ. Это достаточно низкий тариф, потому что вот мы на общественном совете при РСТ смотрели тарифы по муниципальному образованию в Кирове. Там рост доходит, ну не рост, а сам тариф доходит до 7500 за одну геокалорию. Это все зависит от себестоимости, от затрат на производство этой теплоэнергии. Да. То есть вы представляете, там где-нибудь в советском районе в какой-нибудь там деревушке теплоэнергии 7500 за одну геокалорию. У нас есть деревушки, которые с центральным отоплением? У нас почти все деревушки и все области на центральном отоплении. То есть от котельных, которые работают на дрове. Мы имеем в виду большие населенные все-таки пункты, где есть котельные. Нет, я имею в виду те деревни, села, где два дома, где больше домов на печном, собственно, отоплении. Ну, например, где деревни, где два дома и побольше, там все-таки все равно есть школа, садик. Ну, не везде, но есть такие случаи. Все равно есть котельные, которые, как правило, участника. То есть раньше они были в ведомственной или при администрации, при доме культуры, при спортклубе. Сейчас они все перед начальником. И участника, если одно здание, малый объем потребителей, высокие затраты на уголь, на электроэнергию, на зарплаты, то получатся соответствующие тарифы. Раскидывать-то не на кого, Да. Мало людей, соответственно. А, вот поэтому у нас еще в Кире хорошо, так что можно порадоваться. У нас Кире хорошо, да, хорошо. И число населения тоже растет в областном центре, да, но при этом в связи с этим раскидывать можно на большее число, но вот такое повышение. Ладно, три минуты остается. Андрей, предыдущая передача, у нас несколько передач было посвящено прямым договорам с ресурсно-снабжающими организациями. Есть информация, как ситуация развивается и движение есть в этом направлении у нас в городе. Пошли ли люди заключать прямые договоры? Не пошли. Не пошли? Я бы вообще не советовал этого делать, потому что... Внимание, слушатели! Эксперт. Потому что, если пойдет массовый переход на прямые договоры с той законодательной базой, которая есть сейчас, вот именно вот сейчас, то управляющие компании и ТСЖ просто могут стать банкротами. все. Это что происходит? Не будет денег на то обслуживание общедомового, с чего мы начинали? Все деньги с ремонта дома и его содержания пойдут на оплату так называемых общедомовых нужд. То есть, никто ТСЖ и управляющие компании не освободил от оплаты напрямую ресурсно-снабжающей организации вот той разницы, то есть, общедомовых нужд, которая является разницей между показаниями общедомового прибора учета, вот где зашел ресурс, например, горячая вода в дом и той суммой объемов, которую собрали жильцов. То есть, вот разницу все равно должны платить. И эта разница, она намного превышает тот установленный норматив, ну, в большинстве случаев, которые есть, которые можно собрать с жителей без решения общего собрания. Вот. А если еще учесть, что вот в моей суде на практике есть такие случаи, когда ресурсно-снабжающие организации сначала выставляют всем жильцам завышенные суммы за воду, а потом... авансом, что ли, каким-то? Да, ну, например, не получили показания, выставили по нормативу, собрали много денег жильцов, а в следующем месяце им сделали перерасчет, и в то же время вот этот весь вот небаланс ушел в общие домовые нужды, и это все предъявили там ТСЖ, например. И у ТСЖ, например, просто нет денег, чтобы это оплачивать, и так повсеместно будет, если будут прямые договоры вот с теми механизмами, которые есть сейчас. Так это что, говорит о том, что у нас власти опять приняли какой-то кривой закон? Этот закон, я уже говорил, что он был принят в угоду в большинстве случаев ресурсоснабжающим организациям. То есть, они не обязаны предоставлять обоснования, какие-то расчеты, что столько-то начислили жильцам, и как проверить ТСЖ, сколько они должны платить за общие домовые нужды. Они просто не принимают и управляющие компании, и просто дом, дома могут стареть быстрее, если ничего не предпринять. И нужны изменения в законодательной базе, чтобы ресурсники не просто получали деньги, но еще и обосновывали те объемы и те деньги, которые они просят с управляющей компанией ТСЖ, а по факту это все идет из кармана всех жильцов. Мы продолжим ЖКХ Ликвез и с Андреем Воробьевым, и с другими нашими гостями. Сейчас я должна сказать, что внимательнее переслушать эту программу. Еще раз можно будет чуть позже на сайте эхакерва.ру в дневной разворот от 26 июня появится часа в 4-5 на сайте, а между тем уже появилась текстовая версия программы «Особое мнение» с Денисом Ерохиным, вчерашняя передача, тоже можете посмотреть. Мы прям красной плашкой выделяем текст программы, чтобы вы знали, что здесь можно еще почитать. Но, кстати говоря, меня очень радует, Володя, что повышается просматривание вашей программы «Союз нерушимый». Я вижу все больше и больше интерес кировчан к этой программе. В общем, все, что выдается в нашем эфире, уходит на сайт эхакерва.ру и наших экспертов. Вы можете там найти, почитать о них, посмотреть их прошлую программу «Мысли и высказывания». Чтобы сложить собственное впечатление о наших гостях, дневной разворот завершен. Андрей Воробьев, Владимир Сметанин, Светлана Занько, мы прощаемся с вами. Через 20 минут слушайте интервью нового руководителя отделения ПАО «Сбербанк» по Кировской области. Артем Пищи к нам придет. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова